Странная газета доставляется ровно в полночь. Полуночная газета. Автор рассказа Фернандо Иглесиас Мелендес. Часть третья. На часах 23.50. На этот раз я сидел за входной дверью. Последние несколько дней были достаточно тяжелыми для меня, чтобы начать быть немного более осторожным. Я все еще принимал аспирин, чтобы унять мигрень, которая началась в прошлую пятницу, как только на крыльце погас свет. Я больше не собирался рисковать. Мне пришло много комментариев, в которых меня просили не выходить на улицу, когда доставят газету, и что, возможно, именно это и привело к тому, что игра в пропасть стала реальной. Я не знаю. Я также не знаю, верно ли предположение людей, что на ситуацию влияет то, что я читаю газеты. Но я не могу остановиться. Еще не время. Мне нужно прочитать газету, чтобы понять ее. Понять, как много знал мой отец и как это повлияло на него. Я потерял связь со своим отцом. Похороны тяжело отразились на нем и на нас всех. После этого он отдалился. Даже не хотел, чтобы я приезжал на День Благодарения или Рождество. Он тогда сказал одну фразу, которая постоянно сидит в моей голове. Это моя вина. Он имел в виду полуночную газету? Неужели он думал, что ее чтение как-то повлияло на маму? Теперь отца тоже не стало. Врачи сказали, что обнаружили у него несколько травм. Некоторые из них уже были старыми, уже зажившими. Они также подозревали, что он причинял себе вред и страдал психическим расстройством. Когда я приехал домой, большинство зеркал были завешаны, убраны, либо разбиты. Экран его телевизора был накрыт картоном, а на корпус было накинуто одеяло. Я иногда просматриваю записные книжки моего отца. У него их, наверное, сотни. Большинство из них я не понимаю. В основном потому, что в них написан просто набор слов, которые я не могу прочитать из-за его почерка. На часах 23.59. Время пришло. И я снова не был готов. Я снова почувствовал, что делаю что-то глупое, но у меня не было выбора. Ровно в полночь свет на крыльце погас. Через замочную скважину я мог разглядеть уже знакомое темное пятно, приближающееся к коврику. Потом я моргнул, и свет снова зажегся. Там же, где и всегда, лежал новый выпуск полуночной газеты. Я открыл входную дверь и вновь засомневался. Я смотрел на этот сверток переплетенных черных страниц с тем же осторожным уважением, с каким отношусь к хищным животным и опасным частям техники. К мясорубке руку близко подносить нельзя. Так же, как нельзя гладить диких енотов. Но я все равно подошел и схватил полуночную газету. В ту секунду, когда я ощутил, как страницы коснулись моей кожи, я подумал, что мне следовало надеть перчатки. К черту, вероятно, это ни на что бы не повлияло. Я все равно собирался ее прочесть, и это, наверное, только усугубило бы дело. Я повторил то, что быстро превратилось в своего рода ритуал. Я занес газету внутрь, положил ее на рабочий стол в кабинете моего отца и кухонным ножом разрезал бечевку. Газета медленно развернулась, и мне бросился в глаза заголовок. Голод. Массовая истерия или неизвестность. После серии странных событий, чередой в несколько дней, чиновники и медицинские работники прилагают все возможные усилия, чтобы излечить жителей небольшого городка в северной части штата Нью-Йорк. Все началось постепенно. В аккаунтах соцсетей местных жителей начали появляться странные посты. Некоторые из них умиляли, вроде этого. «Мой малыш был так голоден, что забрался в кладовку и съел целую половину коробки хлопьев», написала одна молодая мама. Другие веселили. «Если я съем еще один бургер, я закончу так же, как та фиолетовая девчонка из Чарли и шоколадная фабрика», написала одна девушка. В тот же день появились и беспокойные сообщения. «Мой ребенок не перестает пить молоко. Выпил четыре бутылки и все еще плачет, как будто голоден. Что мне делать?» Казалось, что всех в городе одолевал чудовищный голод. Телефоны обрывались заказами на доставку. В супермаркетах было не протолкнуться. С каждым часом казалось, что любого человека в любой момент может охватить приступ голода. И становилось только хуже. Люди, застрявшие дома, съедали все свои запасы. Некоторые даже ели специи и мусор. Они пытались проглотить все, что было под рукой, чтобы подавить это бездонное, ноющее, болезненное чувство в животе. Первые несколько ночей жители почти не спали, предпочитая вместо этого съедать все, что видели их глаза. Вскоре люди совсем потеряли понятие моральных принципов и самоограничения. Персонал ресторанов, оставляя клиентов без заказа, поглощал содержимое кухни и даже морозильной камеры, съедая даже сырые продукты. Все места, где можно было найти еду, кишили людьми. Они едва могли совладать с собой, пожирая найденную пищу, сидя прямо на тротуарах. Единственная городская больница была переполнена. Тем немногим счастливчикам, которым удалось поговорить с врачом, были назначены множественные анализы. Были изучены все возможные варианты, от паразитов, таких как ленточные черви, до неврологических заболеваний и психологических расстройств. И все они не нашли подтверждения. Главный водоканал города проверили на наличие ядов или необычных примесей, но ничего обнаружено не было. Еда заканчивалась, и все, даже собачий корм, мусорные баки за мясными лавками теперь представляли собой что-то съестное. На улицах люди дрались из-за объедков, и вскоре кулаков и подручных предметов стало недостаточно. Сначала кто-то взял нож, потом кто-то схватился за огнестрельное оружие, но в какой-то степени всего этого следовало ожидать. Чего они ожидали, так это того, что люди начнут пускать в ход свои зубы. Прошло меньше недели, прежде чем это произошло, и это означало лишь пересечение определенной черты человечности. Кто-то укусил кого-то, а остальные посчитали это отличным примером. Кучи выброшенной окровавленной одежды стали обычным зрелищем в городе. Вскоре к жителям присоединились несколько приезжих, обеспокоенные члены семьи и друзья, правоохранительные органы, медицинские эксперты. Большинство из этих людей больше никогда не видели, а тех, кого видели, были уже одержимы. Несмотря на это, несколько аккаунтов местных в социальных сетях оставались активными. Большинство из них были бесполезными и пустыми. Сначала они просто ставили лайки на все, что связано с едой, а потом и на все, где были люди или домашние животные. Однако на одном аккаунте нашли пост с достаточно связанным текстом, чтобы его можно было процитировать в этой публикации. «У каждой вещи, которую ты ешь, есть душа», написал анонимный пользователь. «Ты поглощаешь ее, когда съедаешь вещь. Сейчас мы можем съесть гораздо больше. Съешь что-нибудь и прими это в себя. Мы можем съесть саму жизнь, если будем продолжать. Некоторые едят землю и становятся этим местом. Если бы солнце опустилось, мы бы съели и его». С тех пор все новости с того города засекретили. Местные правоохранительные органы установили баррикаду вокруг этой области, эффективно отрезав город от остального мира. В местности были замечены военные, а по слухам после их прибытия были слышны выстрелы и взрывы. В сети были замечены тревожные сообщения о том, что у жителей близлежащих городов также был отмечен неконтролируемый голод. Представители власти заявили, что беспокоиться не о чем. «Эти посты являются частью безумства, что часто наблюдается в социальных сетях после подобных событий. Это всего лишь нелепые фейковые новости», сказал представитель, чье имя было скрыто. «Люди в городе проходят лечение, а опасности повторения подобной ситуации в других городах нет». Как только я закончил читать, я попятился от папиного стола, как будто он внезапно раскалился. Эта статья была еще хуже. Хуже, чем все предыдущие. Если бы она вдруг воплотилась в реальность, это было бы безумием. Я притащил с кухни мешок для мусора и ножом затолкал в него полуночную газету и куски бечевки. Я отнес пакет на задний двор и снял крышку гриля. Пакет издал сухой шлепок, приземлившись на металлические прутья решетки. Я открутил крышку розжига и перевернул бутылку. Еще до того, как жидкость попала на страницы, они начали истончаться и тлея разлетаться на ветру. Я, как в помутнении, продолжал лить жидкость, хотя на решетках уже ничего и не осталось. Полуночная газета исчезла за считанные секунды, распавшись на такие мелкие кусочки, что я даже не видел, как они разлетелись. Я рухнул на стул в гостиной и почувствовал, что мигрень вернулась с двойной силой. Ты был прав. Мне не следовало ее читать. Я должен был послушать своего отца, потому что, когда я включил телевизор, в новостях был выпуск о людях, которые утверждали, что им встретился странный незнакомец, представившийся врачом-избавителем. Редактор субтитров А.Семкин